Как мы делаем выбор и к чему это приводит? Жизнь человека изо дня в день подкидывает ему все новые и новые задачки, где всегда есть неизвестное. Это похоже на то, как мы в школе карпеем над задачками по математике, физике. Но выбором жизненным человек протаптывает себе тропу то ли к светлому будущему, когда находит неизвестное, и задачка решается, то ли к совсем нерадужному. Итоговый выбор вскоре проявится ярче. Вопрос времени. А будучи ребенком, человек еще слабо чувствует последствия своего выбора, но все чаще ходит по пути наименьшего сопротивления. Он не понимает, что делает. Что-то не так, но разобраться самому крайне сложно, ведь этому никто не учит. Ни мама, ни школа. Друзья все чаще предают, они выступают соратниками. Вот тот момент, когда маленькая девочка промолчала, хотя подружка в ее присутствии всю вину свалила на нее. И это имеет последствия. С самого детства закладываются первые страхи, первые промахи, первые неудачи и закрепляются в памяти. Когда никто не объясняет, как не допустить те же ошибки снова и по какой мы причине их совершаем, мы неизбежно будем их повторять, потому что зацепка выгода никуда не девается. Вот девочка вырастает и встречает молодого человека, который повел себя по отношению к ней недостойно. И та снова промолчала и сделала вид, что не заметила или ничего не знает о случившемся. И снова сработала выгода. Промахи продолжают набираться. Ошибки становятся емче и больнее. Объем страха возрастает. Вот так наши выборы, когда думаешь одно, говоришь другое, а делаешь третье, играют с нами самую злую шутку. В какой-то момент масса неудач выходит наружу и превращается незаметно для нас самих в безысходность, где человек начинает хвататься за всех подряд без разбора. Мужчин, работу, друзей. Только для того, чтобы как-то удержаться на плаву и не так страшно было. Страх ненужности патологичен. И всегда присутствует в том, кто цепляется за выгоду. Будь то деньги, человек, родитель, родня. Или иной мнимый шанс быть частью чего-то и иметь иллюзию, что он нужен. Такая игра перестает радовать только тогда, когда человек понимает, что жизнь одна и что это вовсе не шутка. Когда вы честно посмотрите на себя, свою жизнь и тех людей, кто рядом с вами, и кто вы рядом с ними, и поймете, что нужно что-то менять, вот тогда начнутся прояснения ваших неудач. Тогда приоткрывается дверь под названием «выход», которую так долго не замечали. Здесь встают вопросы, отвечая на которые, человек способен затем сделать другой выбор. К светлому, достойному будущему. Зачем цепляться за кого-то, кто тянет вниз? Зачем искать выгоду там, где в очередной раз наступит разочарование? Зачем повторять выбор из прошлого, который вас разрушает? Зачем делать то, что не работает? Честно. Поэтому этоお spannend-то преодоление. Зачем понять,返 lek-то не все. А с voitное агрёв poco. Мы начинаем kerrer. Продолжение следует...